Коллеги, мы должны двигаться дальше, и я с огромным удовольствием предоставляю слово Губкину Андрею Владимировичу. Это человек, известный среди тех, кто занимается с лимфомами ЦНС, потому что он, пожалуй, на мой взгляд, первый поднял в нашей стране эту проблему, и работая в гематологическом научном центре, будучи еще молодым и красивым, правильно, Андрей Владимирович? Спасибо, Евгений Сергеевна. Уважаемый Евгений Александрович, уважаемая Ирина Владимировна, я волнуюсь почему-то, Генея Сергеевна, уважаемые коллеги, сегодня представляю вам доклад, который начинал читать, который очень давно, и, честно говоря, в те далекие времена я не мог представить, что эта тема настолько будет развита, и что будут получены такие результаты, которые можно получить сейчас, и я считаю, что это очень красивый, интересный путь, и коротко я постараюсь об этом рассказать. История эта началась в 98-м году, когда к нам в отделении прибыл посол Южноафриканской республики, российский посол Южноафриканской республики, и на мое горе или беду я в тот день был на дежурстве, этот пациент достался мне, и, наверное, это послужило моей темой, которой я занимаюсь долгие годы, в общем-то, с удовольствием. Значит, что касается всех нейрохирургических опухолей, то лимфома занимается всего 3%, то есть процент совершенно небольшой, но, невзирая на такой небольшой процент, мы редко, но регулярно встречаемся с этой проблемой. Это вот фотография того самого первого пациента в 98-м году, и за несколько лет, больше 10 лет, нам удалось набрать 98 пациентов. Нам тогда было разрешено создать свой протокол, назывался он ТИАКОТИМЕТ, и мы этот протокол применяли при первичных лимфомах ЦНС. Как он родился? Это из статистики сначала, что стандартный курс ЧОП дает только 10% пятилетней выживаемости, лучевая терапия еще меньше. Проанализировали несколько курсов химиотерапии из литературы, все они давали пятилетнюю выживаемость не более 20%. И модифицированная программа НХЛБФМ-90 также не дала хороших результатов из 5 пациентов, больше мы не стали проводить, всего 20% выживаемости. Тогда у нас был хороший карт-бланш, и нам было разрешено создать курс по своему усмотрению, и мы создали курс из 11 химиопрепаратов, которые проникают через гемотенцифалический барьер. Какие-то надежды мы на него возлагали, к сожалению, надежды эти не оправдались. Из 14 человек у нас не было хороших результатов. И в прежние годы, читая эту тему, я рассказывал, что лимфома ЦНС, она такая же лимфома, как и любая другая, и у нее нет отличий от любой другой ДБККЛ, но со временем это оказалось не так, что это совершенно биологически особенная опухоль. Что это дает? Нам дает то, что мы можем изменять терапию в зависимости из тех молекул и биологических особенностей, которые есть. Это вот результат исследования, это очень честная кривая, то есть мы даже брали пациентов, которым удалось только один день провести химиотерапию, то есть они были настолько тяжелы, что погибали на второй день, но мы тоже включили их в эту таблицу, и получилось, что выживаемость все-таки у нас получилась очень небольшая, около 20% на том протоколе. И вот наступил 15-й год, и вышла статья из МДН Центра, где применялся новый протокол, который включал аутологичную трансплантацию, то есть индукцию и консолидацию, который получил результаты совершенно другого уровня. Вот так он выглядел, протокол РМПВ. Это вот курс, который для консолидации. И вот такая кривая пятилетней выживаемости, то есть выживаемость около, там уже стремится к 70%, то есть это совсем другой уровень и совсем другие возможности. Естественно, тут же были набраны 36 человек, но не тут же, там на протяжении, получается, 7 лет, и из 36, 27 были в полной ремиссии. То есть это совершенно другие результаты лечения, то есть высокодозная химиотерапия с аутологичной трансплантацией имеют прям прямое место в этом лечении. Токсичность не превышала стандартных, и показатели выживаемости у нас получились даже больше, чем в MD Anderson Center, хотя у нас пациенты были помоложе, если взять на круг. И уже к 80% пятилетняя выживаемость, то есть 8 из 10 имеют шанс на выживаемость. И вот в 2021 году протокол модифицирован, к изначальному курсу был добавлен леноледомид, а в курс консолидации добавлен кармустин. И уже набрано 17 человек таких пациентов, и получено у 14 человек полная ремиссия, и всего 1% был резистентный, а 2% на лечение. То есть может так получиться, что из 17 только одна неудача в лечении. Токсичность также не превышала установленные пределы. И вот это последний график, что выживаемость к 90% стремится. Это такой фантастический результат. Понятно, что провести такой протокол вообще непросто, и это требует высокой квалификации, ну и так далее, и уже опыта учреждения. Но тем не менее, самое главное, что я хочу сказать, что есть к чему стремиться, и что можно получать вот такие хорошие результаты. Что нового? Ну вот добавление новых препаратов. Кстати, ибрутениб впервые мы применили тогда, когда он появился. Это был 11-й год, по-моему, у резистентной больной. Тогда без успеха, но в принципе это само по себе перспективно. И карти-терапия тоже уже используется в гематологическом центре для лечения лимфом ЦНС. И, Галина Сергеевна, Вы позволите мне полторы минуты? Полторы минуты я хотел показать несколько слайдов, которые относятся к теме поражения ЦНС при системных болезнях. Это не пересекается с Вашим докладом. Просто в течение нескольких месяцев выйдет новая статья по лечению рецидивов медицинальной лимфомы с поражением ЦНС. Статью написала команда профессора Звонкова. Там, правда, всего два случая, но в первом случае рецидив медицинальной лимфомы случился через месяц после окончания терапии с поражением ЦНС. Во втором случае через пять месяцев. И вот на верхнем ряду снимков, это снимки пациента до лечения, вот это вот так выглядит рецидив. И на нижнем снимке по результатам лечения опухоли нет. И можно себе представить, это же рецидив медицинальный в головной мозг. Никто не знает, что при этом делать. И в литературе реально не находятся статьи, которые указывают на таких пациентов-долгожителей. То есть, тем более нет таких исследований. Ну, вторая пациентка то же самое, но только через пять месяцев рецидив. И ремиссия наблюдается 13 месяцев. Тоже результат очень хороший. В верхнем ряду снимки этой пациентки до, то есть с рецидивом, в нижнем ремиссия. Протокол этот выглядит вот таким образом. Индукция осуществляется, ну, добавлен неволумаб, цисплатин стандартно, цитеробин стандартно, прокарбозин и ленолидомид. И потом режим кондиционирования уже хорошо нам известный. И это позволяет в таких неразрешимых случаях получать хороший результат. И последний слайд, лимфома яичка. Протокол был разработан в 2007 году аж. И вот до сих пор поступают пациенты с лимфомой яичка с метастазами в головной мозг. И применяя этот протокол с добавлением ленолидомида, можно получить полную ремиссию, длительную, практически выздоровление. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Да, пожалуйста, Али Хасянович. Спасибо большое. Очень интересный доклад. Вопрос такой. Какие, вот если взять современную стратегию лечения с 2015 года, какие, на ваш взгляд, предикторы плохого и хорошего прогноза? Предикторы самые, что есть, простые. Это все-таки возраст в данном случае играет роль, потому что терапия довольно токсичная, высокодозная. И влияет неврологический дефицит в начале лечения. Если размер опухоли сопоставим с размерами всего головного мозга, и пациент самостоятельно не глотает, то результаты обычно бывают негативные. И таким пациентам, конечно, к трансплантации идти не следует, потому что это не получится. Вот это основные предикторы. А что касается оперативного лечения лимфомы ЦНС, то просто мы, когда вы рассказывали, мы же не касались неврологического дефицита в результате самого нейрохирургического вмешательства. Здесь, если это учитывать, то, наверное, это отдельный разговор, я понимаю. И еще один маленький вопрос. А всем ли пациентам была выполнена трансплантация? Я имею в виду и тяжелую категорию пациентов, и более-менее сохранных. Я просто подробно не останавливался на последних протоколах, но там есть процент, 2-3 пациента на каждом протоколе, которые получили ремиссию без трансплантации. То есть они вступили на протокол, провели консолидацию, получили ремиссию и по каким-то обстоятельствам не получили трансплантацию, они также получают ремиссию. Таких пациентов достаточно. Спасибо большое. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Знаете, я не хочу говорить «живой классик», но в принципе в онкогематологии очень интересно, когда, вернее, вообще в какой-то дисциплине в медицине очень интересно, когда есть человек, который что-то начал, который что-то сделал, который сейчас действительно это развивает. Поэтому, Андрей Владимирович, среди онкогематологов мы действительно знаем всех далеких, хотя они совсем недалекие эти времена. Поэтому спасибо, спасибо огромное. Алик Асянович, вы прямо представитель онкологов, которые сын четко показывает, что стоит углубиться в лимфомы, и так становится интересно, так много нового. Спасибо.